100 год с дня народжения национального поэта-лирика Алексея Пысина отзначили в Могилёве. Культурные дечения, наставники и студенты ушановали память выбитного земляка, который оказал вплыв на становление современной литературы. Прихильники творчества Алексея Пысина с на годы юбилея пришли до места его похования, на польские могилки в Могилёве. Студенты университета имя Куляшова прибрали могилу, а потом читали любимые версии поэта. Возьму шурпатый колосок на чуйном проводе соломы и озаветься мне сдалёк мой продак, сейбит незнайомый. Народзился беларуский классик Алексей Пысин у 20-е годы 20-го стагодзя у Краснопольском районе, у Звычайной семьи. По профессии он был журналист. На протягу долгого часу працевал у газете «Могилёвская правда». Вельмель был правду, писал правду. Он был человеком нужным, добрым, светлым. И его поэзия светлая. У его творога нема тёмных фарбов. Только ворога он чёрные фарбы молюет. Головной темой у творчасти письменника была война. Я ей он пройшов от первого до опошнего дня. Двойче был поранен. Як отзначают его сябры, не глядячи на гэтая трагичная падзея, поэт любил життё. Это отчувается и в его творогах, на творение которых натхнял Могилёв и его жихары. На творчость Алексея Пысина обопираются и современные литераторы. Обопираясь на поэзию Пысина, на творчость Куляшова, у нас есть некая высокая планка, до которой нужно мкнуться. И мы мкнемся, как сказал сегодня, свой литературный процесс на Могилёвшине строить так и сравнивать с этой планкой, чтобы он был достойным. Пакуль мы читаем творы нашего талиновитого земляка, мы его памятаем. Сергей Пеклин, Александр Артемьев, Новины региона.